Восемь утра на часах, работа в самом разгаре, любимое раннее время хирургов, хоть операционные костюмы сменили на деловые. Больше тысячи делегатов, 200 иностранных специалистов, география, Германия, Израиль, Россия, Грузия, но больше всего из Америки. Практикующие врачи, если их имена не на слуху, то клиники, университеты, которые они представляют, Гарвард, Хьюстон, Индианаполис, известны своими достижениями. Мы думаем, что такие встречи станут регулярными. Это дает возможность договориться о совместных операциях и о стажировках. Мы видим ближайшие шаги в продвижении антитабачных кампаний, основного двигателя многих видов рака и внедрении систем скрининга. Это основной партнер Минска, с кем работают сегодня, Национальный институт онкологии США, с годовым бюджетом на исследование больше 3 миллиардов долларов. Четверть из которых, как и у белорусов, уходит на онкогинекологию и онкоурологию. Тема для обсуждения в этом году. Рак, который не болит и который чаще всего поражает предстательную железу у мужчин и молочную у женщин. Каждый пятый случай в стране из 1200 нововыявленных в год. Именно поэтому после 40 лет медики рекомендуют обследоваться регулярно. На конференции собрались хирурги из 22 стран мира. Представить их одновременно в одной операционной, конечно, невозможно. Вот вести онлайн-трансляцию операции, которая сейчас проходит в научно-практическом центре в Боровлянах, это реальность. Их смотрят больше тысячи делегатов. И одновременно все действия комментируют ведущие мировые специалисты. Надо постараться подняться максимально высоко. Камеры работают без перерыва. У стола два белорусских хирурга и американский специалист. Через пару часов их сменит команда во главе с немецким коллегой. И так в течение трех дней. Разные методики удаления опухолей, предстательной железы, мужская проблема и разных форм женского рака. Направление движения и у белорусов, и у американцев одно и то же. Больше операций без разрезов. Так, как в случае у академика Усанова, чтобы через пару дней вернуться к работе. Шутец сам когда-то разрабатывал подходы к скринингу болезни, сейчас ставший диагнозом в его медкарте. Как всегда, любой нормальный человек думает, что болеют все другие, а ты никогда не болеешь. Конечно, потребуется еще какое-то время для реабилитации. Ну и, конечно, будем надеяться, что все будет окей. Отделение урологии в энкоцентре Боровлянах самое новое в стране. Одноместные палаты, условия к такому стандарту стремятся в целом. Ответ на вопрос, что в лечении пошло не так в самых сложных случаях, как новые подходы, применяют именно здесь. Молекулярная лаборатория, центр позитронно-эмиссионной томографии, будущее скрининговых систем страны. Если и найдут когда-то панацею от рака, то с помощью высокоточных тестов, которые дают ответ по каждой конкретной опухоли, чем дальше ее убивать после операции. И если пока такие сложные манипуляции делают не всем, то в перспективе подход внесут в медицинские протоколы, как обязательную доступную процедуру для каждого белоруса. Наравне с развитием молекулярных, генетических исследований, второе важнейшее направление, это когда рак выявляется на ранней стадии, его не нужно делать большую операцию. Это маленькие операции, лапароскопические, что у нас очень широко развито. Мы на сегодняшний день гинекологии, урологии, где-то уже скоро будем 50% оперировать лапароскопически. Но мы отстаем роботохирургии. Мы хотим на сегодняшний день вот это все обговорить с американцами, простажироваться. Оборудование, уверяют специалисты, американские и белорусские достаточно, как и опыта. Республиканский центр растет серьезными темпами, так же, как и угроза рака во всем мире. Болезнь не сбавляет. Ежегодно уносит более 8 миллионов жизней, а к 2030-му цифра по прогнозам почти удвоится. Поэтому совершенствует лечение и диагностику. Белорусский результат на нужды онкослужбы в стране тратится почти треть бюджета, выделенного на здравоохранение, больше 50 миллионов долларов в год. Новые лучевые аппараты, оборудование реанимации, операционных лекарств, но все равно, по словам специалистов, много еще предстоит сделать. В первую очередь для комфорта пациентов, чтобы во время тяжелых и болезненных процедур им было легче восстанавливать силы, а потом собираться домой. Катерина Круталевич, Александр Власов. Наши новости ОНТ.